Продолжение следует... 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 Это может выглядеть откровенно устаревшим. Во-вторых, все эти шаблоны построены именно вокруг текста. Они предназначены для того, чтобы заполнить слайд с дисками, для того, чтобы работать с заголовками под заголовками. Но мы с вами знаем, что часто нам в презентациях требуется наоборот визуализация. Картинки, диаграммы, какие-то иллюстрации. А шаблоны PowerPoint не созданы для визуализации. Они созданы именно для текста. В большинстве из этих шаблонов очень много лишних элементов. Они делают презентацию перегруженной, отвлекают внимание слушателей. Это могут быть какие-то цветные фоны, украшения, буллеты, вот эти маленькие маркеры в списках. Все это бессмысленно, все это оттягивает внимание. И для наших с вами целей, особенно для создания учебной презентации, это излишне. Ну и наконец, я думаю, многие из вас замечали, что шаблоны плохо адаптированы под русский язык. Когда вы начинаете писать свой текст, у них слетают шрифты, выглядят с русским языком не так хорошо, как с английским языком. Все вот эти вот маленькие, но неприятные нюансы мешают нам сделать красивые и удобные презентации. И наконец, пятый, но наверное самый важный пункт, это то, что универсальных шаблонов нет. Никто, кроме вас самих, не сможет разработать такую презентацию, которая соответствует вашей цели. Только вы сами знаете, что вам нужно. Только вы сами можете сделать яркий, красивый и удобный для вас шаблон презентации. Собственно, зачем эти шаблоны нужны? Если стандартные, неудобные, если они не соответствуют нашим задачам, почему мы все-таки собираемся использовать шаблоны? И тут есть два ответа. Первый ответ в том, что шаблоны позволяют нам упростить расположение элемента. Используя готовый шаблон, вы будете делать ваши слайды намного быстрее. А это актуально, если у вас, например, идет какой-то учебный курс, и вам нужно создать 10, 12, 15 презентаций за короткое время. Вторая задача шаблонов – это создать определенное настроение в презентации. И вот как раз настроение очень часто меняется. Иногда нам нужно быстро поменять презентацию с одного цвета на другой цвет. Например, вы участвовали в конференции, у которой 7 фирменные цвета, а завтра у вас же конференция, где оранжевые фирменные цвета. И все это как раз влияет на настроение презентации. Можно подбирать какие-то декоративные элементы под цвет. Иногда нужно менять шрифты. Все эти задачи мы можем решить с помощью шаблонов презентации. Я сразу хочу сказать, что PowerPoint при переводе на русский язык откровенно нас запутывает. Одни и те же понятия называются в нем совершенно по-разному. Так, например, каждый шаблон можно представить как совокупность. Темы, мастер-слайды и макета. Вот чтобы мы с вами не путались, я буду в некоторых местах рассказывать, как по-другому переведено это слово в разных версиях PowerPoint. Тема – это совокупность фона, фирменных цветов, шрифтов и эффектов. То есть каждая тема включает в себя вот эти вот четыре элемента. Фон, цвета, шрифты, эффекты. Внутри темы существует мастер-слайд, который управляет макетами. Макеты вы видите каждый раз, когда создаете новую презентацию в PowerPoint. Сейчас у меня открыта стандартная тема Office. И первый же макет, который нам предлагает программа – это титульный слайд. Как видите, здесь есть место для заголовка и для подзаголовка. К любому слайду вы можете применить любой из макетов темы. Они находятся в главном меню на вкладке «Макеты». Стандартная тема Office предлагает нам девять макетов. Титульный слайд, сравнение двух объектов, рисунок с подписью и так далее. Если мы включим другую тему, то число и внешний вид макетов могут поменяться. Например, тема «Сетка» содержит уже 15 разных макетов. Из них, например, только на цитату отведено два макета. Сегодня я предлагаю вам создать макеты для буктрейлера. Это довольно частая задача при работе в школах, при работе в библиотеках. Ну, если это очень там по себе интересный опыт, предположить, какие слайды нужны для создания буктрейлера. Если у вас есть такая возможность, вы можете включить программу и создавать макеты вместе со мной. Готовый вариант, тема, которую мы получим в итоге, должна содержать следующие семь макетов. Изображение с подписью, обложка книги, два слайда для героя, цитата, вопрос и слайд с иллюстрацией и каким-то сюжетным поворотом. Для того, чтобы создать свой собственный макет, мы должны на вкладке «Вид» перейти в раздел «Образец слайдов». Он находится вот здесь. Когда мы выбираем «Образец слайдов», у нас открывается отдельный режим просмотра презентации. Это режим редактирования макетов. Тоже это ошибка переводчика. Слово «Макет» и «Образец» здесь использовали как синонимы, хотя правильнее говорить именно «Макеты слайдов». У вас появляется отдельная вкладка, в которой так и подписано «Образец слайдов». И работать с образцами мы будем в первую очередь именно на этой вкладке. В левом боковом меню вместо структуры презентации у нас теперь расположена структура шаблона. Первое изображение – это мастер-слайд. Его мы не трогаем и не редактируем. В мастер-слайде мы подойдем немножко позже, он выполняет другие пункты. А вот ниже по очереди расположены все макеты, которые можно использовать в этом шаблоне. Нам для буктрейлера потребуется семь макетов, остальные можно выделить и удалить. И с каждого макета мы полностью очищаем рабочее поле. То есть выделяем вот эти вот рамки с подписями и удаляем. Перед нами должен находиться чистый лист. Иногда я вижу ситуацию, когда мне присылают презентации, где кроме текста и иллюстрации основных элементов остаются вот эти вот хвостики от макетов. То есть прямо поверх текста находится полупрозрачный прямоугольник с надписью «Образец слайдов». С такими презентациями очень неудобно работать. И хотя в режиме показа на большом экране эти хвостики не отображаются, но редактировать презентацию, изучать ее в режиме чтения крайне сложно. Итак, мы оставляем себе 7 пустых макетов, удаляем с них всю информацию и переходим к режиму редактирования макета. Чтобы расположить на макете какую-то информацию, мы используем заполнители. Это вот эта кнопка «Вменимы». Она позволяет разметить область для контента. Как видите, может быть совершенно разный контент расположен. Я выбираю для одного из своих макетов заполнитель «Рисунок». Каждый заполнитель выглядит на слайде как область, ограниченная пунктирной линией, внутри которой есть какой-то текст и может располагаться какой-то значок. Когда я выбираю заполнитель, я как будто оказываюсь в режиме рисования. Я рисую прямоугольник размером весь слайд. Это значит, что рисунок, который я добавлю в эту презентацию, займет полностью все пространство слайда. Рядом с заполнителем находится чекбокс «Заголовка». Если поставить вот на галочку, то у меня появится вот такой вот прямоугольник с образцом «Заголовка». Я могу переместить в любое место слайда, могу изменить шрифт, размер шрифта. И вот в данном случае я добавила к нему еще светло-сеную заливку. У меня получился довольно простой вариант слайда, буквально с двумя дополнителями. Если теперь я попробую использовать этот макет при создании буктрейлера, я должна дать ему какое-то внятное название. Для этого я нажимаю правой кнопкой мыши на изображении макета. У меня появляется окно, где я введу текст «Изображение с подписью». Так будет выглядеть макет уже в самой презентации. Посередине расположен значок вставки рисунка. Если бы я выбрала заполнитель с аудио, то бы был значок аудиофайла. Заполнитель с видео был бы значок видео. Если бы я выбрала универсальный заполнитель, здесь бы было показано сразу шесть значков. Но поскольку мне нужен только рисунок, я выбрала заполнитель рисунка. И теперь нажимаю на значок, выбираю файл с компьютера. Он сразу заполняет все пространство рисунка. И я меняю текст в поле заголовка. Вот такой простой слайд может у меня получиться в итоге. Давайте попробуем что-нибудь немножко посложнее. Вернемся снова в редактирование макетов. Это вкладка «Вид», кнопка «Образец слайда». И теперь попробуем создать слайд, на котором будет показана обложка книги, ее название и автор. Я выбираю заполнитель в этот раз «Текстовый». Делаю два поля для названия и автора. И выбираю заполнитель «Рисунок». Размечаю прямоугольную область под обложку. У меня получится вот такой вот макет. Слева окложка, справа два поля. Весь текст, который я вот здесь вот введу в заполнители, не будет отображаться на итоговой презентации. Это только подсказка. Это всего лишь способ самому себе напомнить, что нужно написать в этом поле. То есть, когда я щелкну уже при редактировании готовых слайдов, у меня эта надпись сотрется, и поле останется пустым. Это удобно для того, чтобы отставлять себе вот такие вот небольшие напоминания. Работает, как вы видите, и на текстовые заполнители, работает и на заполнители для рисунка. Вот такой слайд получится у меня в итоге. Обратите, пожалуйста, особое внимание вот на такой момент. Любой рисунок, который мы вставляем в заполнитель, старается занять весь объем, при этом не изменяя свои размеры. У вас не будут искажаться пропорции, не будут растягиваться фотографии. Они будут сохранять те же самые пропорции, но при этом занимать максимально полностью свободное место. Например, вот здесь вот немножко обрезался вверх и вниз обложки для того, чтобы оно смотрелось хорошим образом. Если вы будете использовать изображения маленького размера, то они будут расплываться, расползаться, выглядеть мутными. Старайтесь брать максимально качественные изображения и использовать их уже в своих презентациях. Так, продолжим дальше. Попробуем теперь сделать слайд для характеристики главного героя нашей книги. Я вставляю стандартный заполнитель рисунок. То есть здесь будет поставлена какая-то иллюстрация. Но мне кажется, что квадратный, он будет смотреться не очень хорошо. Я хочу, чтобы изображение персонажа было у меня как в субтитях в круге. Что я должна сделать для этого? Я выделяю блок с рисунком, иду в меню «Формат» и здесь выбираю раздел «Изменить фигуру» и выбираю, на какую фигуру я хочу поменять. То есть в данном случае я буду менять на круг. Сразу небольшая подсказка. После того, как вы щелкнете на этот пункт, у вас изменится изображение вот здесь, вот в левой панели, где есть подсказки по всем макетам. Вы сразу увидите здесь круг. Круглый у вас заполнитель станет и в том случае, если вы кликнете на пустом пространстве. Каждый же раз, когда вы будете выбирать сам круглый заполнитель, он у вас будет конвертироваться в прямоугольный. Это особенности редактирования в Powerpoint. То есть на самом деле, когда будет круглый, просто в момент редактирования в макете, редактирования в готовой презентации, у вас будет появляться прямоугольная рамка. Пожалуйста, не пугайтесь. Добавляю еще один заполнитель. Теперь это будет текстовый заполнитель. Оставляю себе подсказку, что тут я буду писать характеристику главного героя произведения. И так макет будет выглядеть в готовом виде. Я поставила иллюстрацию и дописала текст. Предположим, теперь я хочу создать такой же макет для второго героя произведения. Но чтобы он не смотрелось интересно, я хочу сделать его в зеркальном отображении. Картинка будет находиться справа, текст будет находиться слева. Для этого мне достаточно правой кнопкой мыши щелкнуть на готовый макет и выбрать дублировать. У меня появится точная копия макета, на котором я просто перетащу, поменять местами заполнителя. Так будет выглядеть готовый слайд в буктрейнере. Итак, сейчас мы с вами поработали с макетами, попробовали сделать разметку, удобный формат для того, чтобы вставлять свой текст, свои картинки, свои какие-то файлы. Как я уже говорила, та информация, которую вы пишете внутри заполнителя, это подсказка. Она сотрется сразу же, как только вы приступите к редактированию. Но что сделать, если мы хотим, чтобы на слайде остался какой-то текст, чтобы на слайде осталось какое-то изображение? В этом случае мы должны вставлять его не в режиме заполнителя. Предположим, я хочу сделать слайд цитатой. Вы, наверное, видели красивые варианты, где цитата оформлена в висящие кавычки. Чтобы добавить висящие кавычки, я иду уже в меню «Вставка». То есть, смотрите, у меня все еще открыт редактирование макетов, о чем мне подойдет подсказку вкладка «Образец слайда». Но при этом доступна вкладка «Вставка», в которой я выбираю вариант «Рисунок». Я заранее скачала кавычки, которые мне нравятся, и сейчас я просто вставляю их на этот слайд. Посмотрите, это не заполнитель. Это полноценный рисунок, который я могу редактировать с помощью вкладки «Формат». Я изменяю размер кавычек, меняю расположение, при необходимости меняю цвет, и у меня появляется такой макет слайда. Что здесь очень и очень важно. Вот эти кавычки, которые мы добавили на слайд, они нередактируемые. Когда вы будете работать с презентацией, вы не сможете их подвинуть, удалить, изменить цвет. Они теперь встроены в шаблон презентации, и с ними больше ничего нельзя делать. Чтобы изменить кавычки или удалить их, вы снова должны зайти в режим «Образец слайда». И только здесь вы сможете их отредактировать. Кавычки всегда будут располагаться в самом низу. То есть, если вы будете писать текст на слайде, он будет заходить на кавычки. Вот как в этом варианте. В уголках текста можно заметить, заметить, что буквы располагаются поверх кавычек. Итак, заполнители в макете – это редактируемые области. Объекты в макете – это нередактируемые области. Попробуем вставить в качестве объекта теперь текст. Например, я хочу сделать макет с вопросом. И теперь в меню «Вставка» я выбираю надпись. У меня появляется обычное текстовое поле, в котором я пишу вопросительный знак, меняю шрифт, меняю размер шрифта и располагаю в той части слайда, в которой мне кажется логичным это сделать. Несмотря на то, что это объект текст, в готовой презентации он тоже будет нередактирован. Например, вот так он будет смотреться в готовом буктрейле. Точно так же я могла сделать так, чтобы текст походил бы на вопрос. Так, продолжаем дальше. Мы сделали уже шесть макетов. Вот они располагаются у меня в левой части окна Powerpoint. И сейчас делаем седьмой макет. Это будет иллюстрация из книги и текст про какой-то интересный сюжетный поворот. Я создаю два заполнителя. Первый из них это будет прямоугольник для рисунка. Второй будет прямоугольник для текста. Когда я добавляю иллюстрацию в этот заполнитель, скорее всего, она станет у меня неправильной. Я еще раз напоминаю, что картинки в заполнителе, во-первых, сохраняют свои пропорции, во-вторых, стараются занять весь объем. И может получиться так, что у меня отобразится не та часть рисунка, которую я хотела бы показать. В этом случае я выделяю рисунок, иду во вкладку формат, выбираю кнопку обрезать, и теперь я могу нажать в любом месте рисунка и подвинуть его так, чтобы она в выделенной части оказалась нужная мне изображение. После этого я снова нажимаю на кнопку обрезать, и у меня получается вот такая вот иллюстрация. Это можно делать с любыми заполнителями. Например, когда мы добавляли круглый портрет героя, там тоже можно было нажать на кнопку обрезки и пододвинуть иллюстрацию так, чтобы она сладилась лучшим образом или увеличить ее. Возвращаемся к структуре нашего шаблона Powerpoint. Сейчас мы с вами посмотрели, как в шаблонах создаются макеты. Теперь пойдем на уровень выше и посмотрим, зачем нам нужны мастер-слайды. Напоминаю, что задача шаблона – это, во-первых, упростить расположение элементов, и за это у нас как раз отвечают макеты. Мастер-слайд отвечает у нас за то, чтобы задать настроение всей презентации. Мастер-слайд – это вот этот вот самый первый макет, который находится выше всех, все остальные макеты подчинены ему. Все изменения, которые вы производите в мастер-слайдах, все действия автоматически отображаются на всех остальных макетах. Посмотрим простой пример. Добавим к нашему мастер-слайду какой-нибудь простой цветной фон. Это делается тут же, на вкладке «Образец слайда». Прямо здесь находится блок редактирования. Здесь можно менять цвета, шрифты, фон и стили фигуры. Я добавляю вот такой простой синий цвет, и у меня тут же автоматически все остальные макеты получают этот же синий фон. То же самое произойдет в том случае, если я поменяю шрифты. Поменяв шрифт на мастер-слайде, я автоматически изменю шрифты на всех макетах презентации. Поменяв цвета, набор цветов презентации, я автоматически применю это ко всем макетам. Например, мне нужно сделать буктрейлер каких-нибудь мистических ужасов, какая-нибудь книга, ну, например, тот же «Готический фронтенштейн». Я выбираю на мастер-слайде черный фон, я выбираю на мастер-слайде темную цветовую схему. Это происходит вот здесь, вот на середине цвета. Я выбираю на мастер-слайде готические шрифты. Все изменения автоматически применяются ко всем макетам. Давайте поставим задачу сложнее и изменим не только оформление, но и добавим на мастер-слайд, например, логотип, который должен отобразиться на всех слайдах. Я выбрала логотип года литературы, через меню «Вставка» добавила его на мастер-слайд и, как видите, он тут же отобразился на всех остальных макетах. Таким образом, редактируя всего лишь один мастер-слайд, вы можете менять настроение целой презентации. Если у вас уже готовая презентация сверстана по вот этому шаблону, точно так же вы можете очень быстро ее перекрасить, очень быстро изменить шрифты, всего лишь навсего, зайдя в образец слайда и изменить мастер-слайд. Теперь попробуем сохранить наш шаблон как готовый результат. Все изменения шаблона мы сохраняем в разделе «Темы», то есть макеты, мастер-слайды и все изменения в цветах, шрифтах, телеофонах мы сохраняем под одним названием. Это какая-то тема. Мы выбираем кнопку «Тема», пункт «Сохранить текущую тему», задаем какое-то понятное нам название и тема сохраняется на компьютере. Теперь при создании новой презентации она будет находиться в разделе «Настраиваемые». Все уже готовые стандартные презентации офиса находятся в разделе «Офис». Наши, сохраненные на компьютере, находятся в разделе «Настраиваемые». Можно использовать эту тему не из меню создания новой презентации, а при редактировании уже существующей презентации. Для этого во вкладке «Конструктор» у нас точно так же будет существовать раздел «Пользовательские темы». При наведении мышкой вы увидите название «Настраиваемые залазы в буктрейне». Здесь же вы видите, какие использованы шрифты, какие использованы цвета и можете уже составить общее представление о теме. Темы можно, как готовые файлы, перекидывать между компьютерами. Для этого при сохранении темы вы можете обратить внимание, в какой папке сохранился ваш шаблон, просто найти его и скинуть, например, на флешку. На другом компьютере положить точно такую же папку, но уже на другом компьютере. Таким образом, тему вы сможете передавать с помощью флешки, с помощью электронной почты, с помощью облачных хранилищ, меняться какими-то интересными шаблонами со своими коллегами. Итак, давайте краткое резюме. Как мы уже выяснили, стандартный шаблон PowerPoint, который мы видим при создании новой презентации, не всегда подходит для наших задач. Как правило, нам требуется немного другое, немного не то, что предлагают нам разработчики тем в PowerPoint. при этом универсальных шаблонов не существует. И лучшее, что мы можем сделать, это создать свой собственный шаблон под свои собственные задачи. Мы разрабатываем собственные макеты. Макеты – это самый нижний уровень шаблона. Мы можем разработать внутри одного шаблона столько макетов, сколько нам нужно. 10, 20, 30. И с помощью мастер-слайда мы можем изменять дизайн нашей презентации буквально в несколько кликов мышки. Так, а сейчас я обращу внимание на вопрос. И так, мне подсказывают, Владимир Евгеньевич подсказывает, что можно, что при редактировании макетов есть смысл оставлять колонтитулы для нумерации слайдов. Да, действительно, это очень удобно, если в вашей презентации содержит большое количество слайдов. Это будет удобно и ориентироваться внутри самой презентации, если вы просматриваете самостоятельно. Будет удобно ориентироваться, например, в раздатке, там будут сохраняться номера слайдов, и будет удобно сохранять саму структуру презентации, если вам нужно сделать несколько разделов или сделать триггеры для перехода на определенные слайды внутри презентации. Но, например, если количество слайдов не такое большое, то мне обычно не требуется. Например, вот в этой презентации, которую вы можете скачать в файлах, тут всего лишь 60 слайдов, и я в них ориентирую довольно просто. Кстати, презентация с двух трейлером, с вот этими вот сохраненными макетами двух трейлеров, тоже доступна для скачивания в файлах сегодняшнего вебинара. Так, минуту. Презентацию разрабатываем. Ее нужно так, скачать, она у меня в формате док КПТ-Х у меня 2016. Возможно, у вас более старая версия, и нужно сконвертировать в другой формат. Если у вас это Powerpoint, OpenOffice она может и не открыться какими-то старыми версиями. Если есть такая возможность, вы можете написать мне на почту, я сейчас оставлю свои контакты, и я скину вам презентацию в другой формате. Так, минутку. О, прошу прощения, немножко вот так. Так, теперь верно. Так, еще смотрю вопросы. Обращайтесь. Какие еще вопросы могут возникнуть при работе с макетами? Ну, в первую очередь, например, у меня всегда возникает вопрос брендирования презентации. Например, хороший тон, если вы выступаете на какой-то конференции, использовать цвета именно той конференции, на которую вы приходите со своим докладом. Можно взять логотип и поместить его на мастер-слайд, чтобы он отобразился на всех макетах. Можно взять цвета, цветовую тему. Так, я отрицаю обратно. Вот здесь при сохранении темы видно, что в разделе цвета их можно отредактировать, создать свою собственную цветовую схему. Как правило, достаточно поменять первые два-три цвета для того, чтобы презентация уже выглядела в том стиле, в котором проходит, например, сама конференция. Если вы занимаетесь, например, не только выступлением на конференцию, и выступаете перед грантодателями, участвуете в каких-то грантных проектах, вы тоже можете менять цвета вашей презентации в макетах. И тоже проверено на практике, неоднократно это подтверждалось маркетинговыми исследованиями, что грантодателям приятнее видеть презентацию выполненно в их собственных цветах. И с помощью мастер-слайда вы можете буквально так же вместо кликов мышкой поменять цвета всей презентации. То же самое происходит и с шрифтами. Вы можете поменять шрифты, но здесь существует всегда такая опасность того, что шрифты слетят. Например, наша вебинарная комната, в которой мы сейчас находимся, конвертирует презентации, и шрифты выглядят совершенно не так, как при создании. Вот это, кстати, тоже одна из тех тем, которую я буду разбирать на курсе, как сохранить настройки вашей презентации, в каком формате ее лучше вывести, для того, чтобы она выглядела так, как вы ее задумали. Поэтому, возможно, в шрифтах лучше использовать какие-то стандартные сочетания, а не придумывать что-то свое. Эффектами фигур я, в принципе, не пользуюсь и не рекомендую, потому что готовые наборы эффектов, во-первых, они редко где-то видны в презентациях, построенных на тексте и на картинках. Только если вы работаете со схемами и с диаграммами, будет видно, какие эффекты фигур вы используете. Во-вторых, большая часть эффектов фигур построены на объеме, на тенях, на каких-то отражениях, свечениях и так далее. Это как раз те лишние декоративные элементы, которые отвлекают внимание от своей сути. Если вы обратили внимание, то в своей презентации я стараюсь использовать чистый белый фон и никаких лишних эффектов не применяю. Собственно, это тоже тема, которую я разбираю на курсе. Какие элементы дизайна использовать желательно, а какие элементы дизайна использовать нежелательно. Ну и, собственно, еще раз напоминаю, что курс «Восемь шагов к идеальной презентации» начнем с 5 ноября. У нас будет 8 тем, 8 вебинаров, в которых мы постепенно шаг за шагом пойдем по всему процессу создания презентации. От идеи, которая у вас появляется, от аудитории, перед которой вы выступаете, до, собственно, того, как готовиться к выступлению, какой нужен текст, как нужно общаться с аудиторией. И вот 8 шагов мы шаг за шагом создадим ваши собственные презентации. Ну и если у вас нет вопросов по теме вебинара, я передам слово папу Юрьевичу. Поблагодарим. Так, вот у Владимира Евгеньевича не столько вопрос, сколько реплика с учетом условий демонстрации. Ну да, я разрешу себе сам ответить. Действительно, цвет это понятие такое многогранное, можно разные варианты предлагать. Ну, я согласен с Анастасией в том, что белый фон, он такой, он нейтральный, его можно практически для всех случаев применить. А вот другие цвета могут быть хороши в других ситуациях, но они всегда не универсальны. Белый цвет универсален, а другие цвета могут быть хороши, но не всегда универсальны. Так, я позволю себе сейчас в течение минуты захватить ваше внимание и создать сертификаты для вас. Я не успел это сделать по ходу вебинара, сейчас это сделаю обязательно. И через полминуты вы сможете приобрести сертификаты. Это для тех, кому это интересно. так, выделяю все, выдаю и отправляю на почту. Итак, ну и мне осталось последнюю ссылку разместить для тех, кому интересны наши сертификаты. вот это ссылка. Вот она. Да, вот Анастасия подтвердила про белый цвет. Ну, это, вы знаете, есть общие соображения, а есть частные соображения. Я в большей степени с Анастасией согласен, белый цвет он работает всегда. Ну, вот, собственно, на этом и все. я хотел бы еще раз пригласить вас на курс Анастасии, а также обращаю ваше внимание, а вот, не расходитесь одну минутку, еще одну ссылку я вам сейчас дам на следующий вебинар Анастасии, который состоится, мы его вот совсем недавно перенесли, чтобы вебинар у нас по времени не совпал с не совпал бы с нашим курсом, совсем скоро, через две недели примерно, у нас состоится последний перед курсом вебинар Анастасии, который будет называться вот так. Триггеры создаем интерактивные презентации в приложении PowerPoint. Любовь Васильевна, нет возможности выписывать сертификаты на других людей, вот под каким, под какой фамилией имя отчеством зарегистрировались, вот таким только вебинар и будет сертификат. Дело в том, что мы не выдаем сертификаты вручную, все происходит автоматически, вот какую информацию нам сообщает вебинарная система, вот автоматически они и подключаются. А впредь, пожалуйста, регистрируйтесь именно под той фамилией, под которой, кто приходит. вот такая вот у нас система. И не передавайте свои имейлы другим людям, но это уже в общем, а то это еще хуже будет. Если вы несколько человек под одним имейлом, вы у нас в базе смешаетесь и потом будет очень плохо и тому и другому. Вот. Ну что ж, уважаемые коллеги, если честно, мне самому был очень интересен сегодняшний вебинар. Я больше работаю по старинке, а надо бы, наверное, работать вот так, как Настя говорит. Вот. Я надеюсь, что вебинар будет... Да, сегодняшняя запись обязательно будет. В пятницу вечером она появится на нашем видеоканале. Два раза в неделю я выкладываю записи вебинаров на наш видеоканал. Это среда и вечер среды и вечер пятницы. Вот. Ну что ж, всем до свидания. Спасибо, что пришли, приняли участие, задавали вопросы. До новых встреч в Директ Академии. Жду вас каждый день в 12 часов. Иногда, правда, бывает другое время, но чаще всего в 12 часов. До новых встреч в Директ Академии. Продолжение следует... Продолжение следует...